Сейчас мы подождем, пока подключится. Здравствуйте всем, кто подключается, здравствуйте всем, кто смотрит сейчас нас в записи, Дальний Восток, регион, и добро пожаловать на этот эфир. Я Надя Челкова, я нахожусь сейчас в офисе Battle Church, это церковь Вифиль в Рейдинге в штате Калифорния, и наш эфир сегодня будет посвящен теме «Как растить детей в пророческой культуре». Да, если вы меня слышите, передайте, напишите, пожалуйста, насколько хороший звук, насколько вы видите хорошо, вы будете слышать некий шум, потому что у нас здесь рядом сидит пастор, и переводчик переводит специально для Эми Гиньон, который выступит сегодня в прямом эфире. Напишите, пожалуйста, да, с каких вы городов сейчас нас смотрите в комментариях, и насколько всё хорошо слышно. Да, спасибо большое. Тут светит яркий свет, я немножко так буду нагинаться, потому что не видно ваши комментарии. Ну и, друзья, да, как я сказала, сегодня мы будем говорить о том, «Как растить детей в пророческой культуре». Знаете, три года назад мы приехали сюда с мужем в церковь Вифиль, мы приехали сюда на разведку и попали в дом исцеления. И это было такое особенное время для нас, мы приехали просто посмотреть, что здесь происходит. И я помню этот день, когда мой муж, он ходил по залу, там было вошиб поклонения, и просто я села и сидела, и ко мне подошёл ребёнок, эта девочка, ей было 11 лет. Она говорит, «Можно я за тебя помолюсь?» И когда она начала молиться, она начала мне пророчествовать. И знаете, она мне начала говорить о том, кто я есть, какая я была в детстве, какие мне снились сны в детстве. И просто всё про мою жизнь она говорила, что ты на правильном месте, Бог сюда привёл в нужное время, и эту мечту вложил в тебя Бог, и всё хорошо, не останавливайся. Она просто мне говорила такие факты, которых никто не знает. Я, конечно, в тот момент пережила очень сильно Божью любовь, потому что, в принципе, для этого, и как бы это и есть цель, да, пророчество, чтобы показать сердце Отца, кто такой Бог для нас, как Он нас любит, что Он нас видит, что Он нас помнит. И в этот момент я пережила. Но у меня возник вопрос, почему Он делает это, как Он это делает, и почему Он делает это настолько точно и настолько в простоте, и почему здесь всё это работает, и это вызвало много вопросов. Немного позже, по времени, мы переехали с семьёй сюда в Рейдинг, и наш ребёнок пошёл в Bethel Christian School, это христианская школа, и буквально спустя пару месяцев он начал сам двигаться в дарах, начал пророчествовать, наш младший сын начал видеть сны, старший их интерпретировал, и мы на всё это смотрели, думаем, Господи, что здесь происходит, почему? Почему я ездила на пророческую школу, на конференцию в Красноярск, рисовала, нам проводили какие-то курсы, семинары, тренинги по пророчествам, а дети просто вот так берут и пророчествуют, и что здесь происходит, и как оно вообще всё это, как их учат, и было очень много вопросов. За это время, пока мы здесь, мы не смогли ни разу соприкоснуться именно с учением, как взаимодействовать с детьми, но что мы увидели, что здесь есть пророческая культура, и дети, они растут в этой культуре с самого начала, они здесь пребывают, и им просто не остаётся, знаете, такого выбора, потому что они просто в этом находятся, они просто в этом растут. Какое-то время назад мы общались с пастырами, которые приезжали сюда на конференцию, на конференцию, да, лидерскую, и они сказали, что они были очень впечатлены выступлением Эми Гиньон, которая является пастыром детского служения. Она выступала, как раз говорил о том, как расти детей в пророческой культуре, и после этого мы стали также получать вопросы от родителей разных, у кого дети, родители, которые находятся вот в служении, их дети, они говорили, что они не хотят ходить в церковь, почему в Бэтл всё работает, почему у них всё это получается, как нам это сделать, что вы там видите, расскажите, что вы наблюдаете и как всё это происходит там. И поэтому, да, мы сегодня решили пригласить Эми Гиньон в прямой эфир, задать этим вопросы, и мы попросили, чтобы она просто поделилась и рассказала нам, как это всё здесь происходит. Она также является частью лидерской команды церкви, она находится в управлении, и поэтому знает эти многие моменты. Вот, поэтому, да, вы можете писать ваши комментарии, ваши вопросы, у нас вот параллельно работают два стрима, мы также вот в Инстаграме и на Фейсбуке, поэтому периодически мы туда и сюда мотаемся. Вот, пишите ваши вопросы в комментариях, пишите вашу реакцию. Я попрошу, чтобы вы не ставили сердечки, потому что будет связь оттормозить. Вот, можете потом нам накидать лайков, но пока вот, чтобы сохранить хорошую связь, попрошу, чтобы вы... Да, да, тут уже пишут, извиняюсь, отвлекаюсь. Да, я просто вам представлю Эми Гиньон, и... Да, проходите сюда, ребят, мы так все встали вместе. И это Мария, она сегодня будет переводить для нас. Да. Да, самый главный вопрос, конечно... Ты сможешь параллельно, да, рассказывать, переводить? Да. Самый главный вопрос, и мы хотели, чтобы вы рассказали нам об этой пророческой культуре, и как получается у вас расти детей, что вы делаете, какую атмосферу для этого создаете. Все начинается с культуры, которая есть у нас здесь, в Bethel. И взрослых людей, которые также практикуют эту пророческую культуру. Если вы можете представить себе культуру, и как бы вы пришли в новую культуру, и вы бы начали учить, например, новый язык, это именно то, что мы делаем. Мы представляем детей этой новой культуре, этого новому языку, если можно так сказать. И мы начинаем буквально-таки с рождения, с момента, как дети только появляются на свет. То есть мы начинаем с нуля. То есть мы спрашиваем учителей... То есть учителя спрашивают Бога, какие хорошие вещи, что он может сказать об этих детях. И если бы Иисус находился в комнате, что бы он сказал? Это всегда что-то положительное, позитивное. Оно наполняет и оно дает жизнь. И даже несмотря на то, что у нас были дети, которые в процессе того, как они растут, они не всегда слышали какие-то вещи, которые приносят жизнь, или они не всегда слышат что-то положительное. Мы, как учителя, наша работа является помочь им в этом процессе. Если ребенок говорит, что я вижу что-то темное, что-то мрачное, мы как бы перенаправляем этого ребенка, и мы говорим, спроси Бога, что хорошего он может найти в этом, что хорошего он может сказать. So, I hope that the basic, simple, practical tools. Это основные практические инструменты. Да, практические инструменты. Это то, с чего можно начать. Ну, вы как? Учите ваших учителей? У вас есть какая-то стандартная форма для всех? Или как происходит процесс обучения, чтобы взрослые могли влиять на детей? So, do you have, like, a specific, like, a form, or, like, a specific, like, a plan? How do you teach people, how do you teach your teachers how to raise up kids, and how to do that? Or is it always very specific? У нас есть учебная программа для взрослых. Мы учим их, как обучать детей этой пророческой культуре. Каждый год мы проходим через эту программу, взрослые проходят через эту программу. Это такие самые простые моменты пророческой культуры и пророческого учения. Это всегда строится. Это всегда чтобы построить, направить и применить. В этом всегда видно сердце Отца. Потому что когда Иисус отдал себя в жертву на кресте, это всегда происходит через отношения. Всегда в этом должно быть видно сердце Отца. Нет? Нет. Явочка. Сразу, правда, нехорошо. Все хорошо. Да, друзья, вы можете писать свои комментарии, если у вас есть. Периодически я буду подходить сюда, к стриму, в Инстаграм. Если у вас есть какие-то вопросы. Пока что мы начнем просто с тех вопросов, которые нам предварительно присылали пасторы или учителя. Да, наш следующий вопрос, который я хотела задать Эми, это многие пишут теми, что дети не хотят ходить в церковь, потому что они видят жизнь служения, жизнь пасторов, лидеров. И эта церковь – это то, что они не любят. Почему здесь, в Bethel, то, что мы видим, дети в церкви и дети в служении находятся? Почему, как это все происходит? То есть у них нет выбора, они обязательно даже в служении в церкви или это какой-то естественный процесс? Это естественный вопрос? Я могу, как это. I got it. So a lot of times we see in churches that kids doesn't really like going to church, that's not their favorite thing. You know, in a lot of churches all over the world, we see that. Then here at Bethel, it's very different. Like kids actually like grow up in this and they love doing that. How do you even manage that? Is it like that kind of thing when you make them do that? Or, you know, like they have no choice type of thing? Or, like, how does this dynamic work here at Bethel? I believe it has to be attractive to your children. It has to be fun and relational. And in this... There should be relationships. It should be expressed through relationships with the child. So, I mean, we'll do lessons and activities, but we're also doing games and connection. We do different lessons and activities, but we also just enjoy them, play with them, and try to find a connection, because they're children. And the goal for us is to really make it relational, connection for the teacher to the student. And the heart of a house here is to always empower our children. So, in those classrooms, our goal is to make sure they feel powerful. They have choices. And the heart of our home, the heart of Bethel, the heart of the Church of Bethel, is to always inspire and inspire these children. So, in the first place, we always find a way to show them that they have this power, to inspire them and inspire them. Although, we do have children that don't want to come to our classes as well. Даже несмотря на то, что у нас есть дети, которые не хотят приходить на наши уроки, не хотят приходить на наши классы. My children, at times, don't even want to come. Даже мои дети иногда не хотят приходить на эти классы. So, it's my job as a mom, and my husband's job as a father, to ask questions, what really is going on. And it's my job as a mother, and my husband as a father, to ask them questions and ask them, what really is going on. So, some of the responses of our children have been, they've been here at the school, which is like church all week. So, we give them a choice. Would you like to sit with us in church? Which I think is a beautiful thing as well. So, we give them a choice. Would you like to sit with us in church? Or they can go to their class. Or they can go to their class. Right now, we're in a season where our kids want to sit with us in church. Again, it's a heart-to-heart connection. So, I'm trying to figure out what is happening inside my child's heart, when they're saying they don't want to go to church. And it's important to remember that this is a question of connection between my heart and my children's heart. So, at this moment, I'm trying to understand what is happening inside my child's heart. So, reflective listening is a tool that we use? So, if they say, I don't want to go to church. And if they say, I don't want to go to church. My response was, you don't want to go to church. And my answer would be, you don't want to go to church. And they typically will answer the question that I just, they just told me that I'm asking a question. So, sometimes it could be, they're tired, they're bored, they're overwhelmed with all the kids in the room. So, my job is to figure out what it is that's causing that reaction. And as I would think of myself as an adult, why I wouldn't want to interact with something or to interact with something. My goal is to figure out what's happening inside to have that reaction. The other thing is for me as an adult to share why it's important for me that my children go to church. Also, a very important thing for me as a young man is to explain to my children why it's so important for me that my children go to church. Not out of control or manipulation. Not because I try to control or manipulate them. But out of value and true posture of our why. But because of the fact that it's so important for me and the reason why I go to church and why I do it. So, for me, I would say to my children, church is a big part of who we are. It's where we come to worship our father. Commune with our father. And to be in community with others. And to be in community with others. But it doesn't replace my relationship with the father. But it is a value. But it is a value. Because I'll have my children tell me, but I already connect with the father every day. Because I'll have my children tell me, but I already connect with the father every day. So, it really is a conversation of finding out what is going on with your children. And for me as a parent to know how that is going to change who they are in their connection to God. And for me, as a parent, I need to know, what changes are happening and how it can affect their relationship with God. Thank you very much. I feel like your thoughts are happening in Instagram. If you want to, you can turn the microphone up. We can see that the sound as well, we don't know what it is. какие у вас появляются мысли по этому поводу, если у вас есть какая-то обратная связь, мы все это видим и я извиняюсь сейчас, я просто так наклонюсь потому что здесь очень ярко свет светит и у нас тут есть вопрос можете назвать, что привлекательного в вашем служении для детей правильно я понимаю? да, вопрос can you maybe say what is so attractive in your ministry for kids why do they like it so much I will say our teachers have a true value and connection to their experience at church у наших учителей есть большая ценность к тому, что они делают и к этой связи и отношениям с детьми в нашей церкви it's not just teaching or performing it's actually they are having their connection with the father and sharing that experience with the child это не просто учение или не просто что-то что они должны делать для их работы но это действительно те отношения которые у них есть с отцом и они делятся этим с детьми I think also knowing that our children have the full Holy Spirit также понимание что у наших детей наши дети также обладают Духом Святым на сто процентов So God wants to use them now to heal to empower others to have a connection with the Lord to encounter God themselves and God if they are or отдельно от них переживают и у них и у них также есть свои переживания и встречи с Богом for the last two months the children in first grade which is about six to ten eleven в течение последних двух месяцев наши дети в первом классе это возраст где-то от шести до семи от шести до семи лет они также они переживают силу Бога они ощущают эту силу Бога и они трясутся и вызывают потому что они хотят пережить больше Бога это их голод это их голод и не голод их родителей это то чего они хотят сами и так же это часто происходит во время прославления из-за того что дети знают что у них есть сила и авторитет в Боге власть и теперь они знают что это их ответственность искать этого следовать за этим и искать больше Бога это действительно очень сильно видеть как наши дети следуют за Богом и Бог отвечает и Бог отвечает им и и и и мы хотим чтобы у наших детей были собственные отношения с Богом не только у нас были наши отношения с Богом но и так же у наших детей потому что это очень важно и они знают что когда они входят в комнату они пойдут прямо к отцу не к своим родителям а к отцу это действительно прекрасно это действительно прекрасно он там говорил в слове знания в нашей семью и для меня это был такой стимул а ты когда последний раз так соприкасалась с Богом вот ты живешь да в этом ты когда последний раз соприкасалась с Богом и это на самом деле очень очень сильно видеть как дети да растут в этой пророческой культуре ты сможешь это мне да я просто так говорила они непонятны да немножко да вот тоже хотела задать такой вопрос но отчасти я уже на него ответила когда дети когда будут ну и проходят конференции какие-то лидерские или школы исцеления я часто вижу как выходят дети и они молятся за них пророчествуют это какие-то специальные тренинги для них проводятся или это вот как вы сказали уже часть жизни да не просто отношения с Богом как все это происходит so a lot of times we see that in different conferences kids come up to adults and they start prophesying and praying for people so is it like some sort of like a training that you guys do here or is it just happening because they've been taught to do this and it just happens naturally so typically the children that will come and approach you at a conference are a part of Bethel Christian school or maybe they're with a prophetic team чаще всего дети которые подходят к взрослым начинают молиться и порочствовать во время конференции это дети которые являются частью христианской школы Bethel или частью пороческой команды здесь they are constantly prophesying it's a part of our culture in the environment of Bethel Christian school or the prophetic team то есть они постоянно пророчествуют и это является частью нашей культуры и культуры нашей христианской школы и пророческой команды Bethel в христианской школе здесь они каждое утро проводят время с Богом у них есть время когда они посвящают себя Богу разговаривают с ним то есть они начинают свое утро с того чтобы следовать за Богом чтобы искать Бога и услышать то что Он скажет и услышать как Он говорит и и учитель выбирает ребенка или иногда посетители приходят и они всегда прописывают неделю Я чтобы это что точно так же как ваши дети пошли в школу и научились математике это так же является одним из предметов который мы здесь учим преподаем И получается, что эти дети практикуют пророчество постоянно. Да, это очень сильно, друзья. Знаете, однажды у нас заболел родственник, и наш ребенок вернулся со школы, и у него была сумка с пророчествами и рисунками от других детей. Весь класс собрался и молился пророчеством за нашу семью. Это было очень сильно, мы пережили тогда очень сильно большую любовь. И, да, такой вопрос у нас тоже есть, да, как сделать так, чтобы вот эту культуру поднимать дома, потому что у многих нет христианских школ в городе, да, и то, что практикуется здесь, в Бэтл Чорч, в христианских школах, в принципе, не практикуется. Как мы, как родители, которые живут в другой среде, не пророчеством, где нет Бэтл, как мы можем это в нашем доме культивировать, такую культуру и создавать атмосферу. Я бы... Наверное, создавала такое семейное время каждый день. Может быть, вы можете читать Писание. Или поклоняться вместе Богу. Можете включить прославление Бэтл на Ютубе. И, например, можно позвать, пригласить своих детей и спросить их, что Бог сейчас делает. Или, что он сейчас говорит. Или, что он сейчас говорит. Я говорю, давай помолимся вместе об этом, и давай спросим Бога, что он говорит. Или, например, когда вы обедаете вместе, кушаете вместе, как семья. Выберите одного человека и спросите каждого, кто там находится, что Бог сейчас говорит об этом человеке. Одна из моих дочерей, у нее был такой очень сложный период, когда она не могла, у нее не было такой связи с Богом, она не могла слышать, что Бог говорит. И было очень сложно. So we had to pursue a connection to God that maybe looked different than myself or her sister or her dad. И поэтому нам нужно было пытаться найти вот эту связь с Богом, которая отличается от той, что есть у меня или у ее сестры, или у других членов нашей семьи. So somebody may hear audible words. Иногда кто-то может как бы слышать голос, слышать слова. Sometimes they see pictures. Иногда они видят картинки, изображения. Sometimes they're reminded of a memory. Иногда им как бы, они вспоминают какое-либо... Да, сами что-то приходят. Да, приходят что-то на память, они вспоминают что-то. Это как бы такое напоминание о том, что было. Or they'll see objects or colors. Иногда они видят какие-то различные предметы или цвета. Or they'll have a feeling that comes up. Или у них есть какое-то чувство, ощущение. It honestly is endless. Это действительно есть бесконечное множество вариантов. So those are questions that I would ask my child if they're not hearing anything. What are they seeing? What are they feeling? What are they smelling? И это те вопросы, которые я задаю своим детям. Я пытаюсь выяснить, может быть, они что-то чувствуют, может быть, они что-то видят. Или, может быть, они даже чувствуют запах чего-то. Я пытаюсь это понять. And I'm not afraid of them saying, I don't know, or nothing. Я не боюсь, если вдруг они скажут, я не знаю, или я ничего не вижу, не слышу. It's my job to teach them expectancy. Это моя работа научить их этому, вырастить в них вот это вот ожидание. Да? Ожидание. So the scripture says, knock and the door will be open. Ask and you shall receive. В Писании говорится, стучите и отворят вам, и просите и получите. So if I tell my child, when they say, I don't know, I don't hear anything. И поэтому я говорю своим детям, когда они говорят мне, я ничего не слышу, я ничего не вижу. Then I would say, it's okay, God's going to answer you. Я говорю им, ничего страшного, все хорошо, Бог ответит тебе. We're going to keep asking. Мы будем продолжать спрашивать его. Или мы также спросим кого-то еще, что вы слышите, что вы думаете, что вы чувствуете. So for children, in these circumstances, I don't want to put shame or embarrassment on them. То есть в такой ситуации я не хочу, чтобы дети чувствовали какой-то стыд или какие-то смущения в этот момент. I want to put before them what I know is possible. Я хочу показать им, что возможно. If they don't have the faith, that's my role, to bring the faith to them. Если у них нету веры, это является моей ответственностью, чтобы они верили. Да. Это моя ответственность сделать так, чтобы у них появилась эта вера, вырастить, возрастить эту веру в них. We also, with babies, have put objects in front of them. И, например, с младенцами, совсем маленькими детьми, мы кладем предметы перед ними. And we just say to them, which toy is God telling you to touch? И мы, например, спрашиваем их, какую игрушку Бог сейчас говорит тебе, до какой игрушки тебе Бог говорит дотронуться сейчас. So the child will grab something, and then the rest of us speak into that prophetically. И ребенок, например, возьмет этот предмет, эту игрушку, и мы, все остальные, мы пророчествуем. Исходя из этого, да, что он взял? Исходя из того, что он взял, мы пророчествуем ему. So if you have older children, they are teaching the younger children how to do it as well. И также дети постарше, они обучают младших детей, как это делать. So it's inviting everybody to participate. И это как бы является приглашением для всех участвовать в этом, принимать участие. Whether they are able to speak or not speak. Даже если они, несмотря на то, что могут ли они говорить, не могут ли они говорить, дети всех возрастов участвуют в этом. And sometimes it's just an art time, and what God is showing you in that art. А иногда мы просто рисуем вместе, и смотрим на то, что Бог показывает сейчас нам через эти рисунки. And then taking time afterwards to have everybody share what God was showing them, or speaking to them in that art piece. И после этого мы проводим некоторое время, где каждый ребенок, он делится тем, что Бог сказал и показал им через этот рисунок. So it's just really practicing it in everyday, simple ways. То есть это действительно, мы просто практикуем это каждый день самыми простыми способами. Sometimes we've driven, and my children see a homeless person. Иногда мы едем в машине, и мой ребенок увидит бездомного человека. And they're asking questions, like, why is that person homeless? И они задают вопросы, почему этого человека нет дома? So then my response sometimes is, let's ask God what he has to say about that person. И я отвечу им, я им отвечаю, давай спросим Бога, что он думает об этом человеке. So we're just constantly using it in all different types of ways. То есть им не нужно никакое специальное для этого теологическое образование, понимание, что такое лжепророчество, или историю Ветхого Завета. Им нужно это знать, чтобы так слышать Бога. So do they need, like, some sort of, like, theological education for it? Like, you know, what is false prophecy, what is not? Like, do you actually teach them all those kinds of things? And we always want to teach them that God is good and good. Yeah. В первую очередь мы всегда хотим научить их тому, что Бог благ. And God has good things to say. И у Бога есть всегда что-то хорошее, что Он хочет сказать. And looking it through the lens of Jesus. И мы как-то смотрим на это через призму Иисуса Христа. Sometimes we just go back to scripture to show the heart of the Father. И иногда мы просто используем Писание, чтобы показать сердце Отца. Теология — это очень сложная вещь, чтобы учить детей теологии. But if we can remain on the one thing, that God is love and God is good. Но если мы можем сконцентрироваться на этой одной вещью, что Бог есть любовь, что Бог благ. That we navigate that mostly with children in that lens. То есть мы можем управлять этим. Да, мы управляемся с этим через вот эту призму того, что Бог есть любовь и Бог благ. И Он всегда хочет сказать что-то хорошее. Yeah. Вот тоже так интересно, что касается вопроса интерпретации. Они видят картинку, и бывает так, что они начинают объяснять, что это значит. Как они понимают, что это значит? Им приходит это как слово знания, или есть какая-то система интерпретации? Почему они начинают это объяснять, то, что они видят? About the interpretation, like, if they see a picture, how do they know what it is, you know, because, like, they're kids. Do they get, like, a word of knowledge, or is there, like, again, some sort of system of the... How do they know how you teach them how to interpret what they see? So, if they're seeing an image? Если они, например, видят картинку... Is that what you're asking? Yeah. Yes, okay. So, I, for example, my daughter would see a picture of a rainbow. Например, если моя дочь увидит картину, изображение радуги. So, I would ask, what does God say about rainbows in the Bible? И тогда я спрашиваю, что Бог говорит в Библии о радуге. But she will know, I mean, we're in a Christian school, and she's in church all the time. И она находится в христианской школе постоянно. So, sometimes it's okay to say it's a promise and leave it there, and sometimes maybe you feel you want to ask more. И иногда будет достаточно сказать, что это означает обещание. А иногда мы попросим ее спросить о чем-то большем, что еще это может значить. Sometimes, though, children see things that they love. И иногда дети, например, видят вещи, просто те вещи, которые им нравятся. Like boys will see race cars. Например, мальчики видят гоночные машины. Or motorcycles. Или мотоциклы. И тогда мой вопрос, моим вопросом будет, что Бог говорит об этом мотоцикле. И иногда все, что говорят дети, это что мне просто они нравятся. И я знаю, что мой отец любит те вещи, которые я люблю. Поэтому я скажу этому ребенку, да. Твой отец любит то, что ты любишь. Потому что моей работой является научить их тому, чтобы они шли к своему отцу. Научить их сердцу отца для них. We have to remember their learning. Нам нужно помнить, что они лишь учатся. So it could be silly. Это может иногда выглядеть грубо. And it may not be profound. Иногда это не что-то такое основательное. So our job is to keep teaching them to point back to the father. И наша работа является продолжать учить их тому, чтобы идти к отцу. And this is what's happening when the children have come to you and prophetically spoken words over you that are deeply profound. Иногда так происходит, что дети приходят к тебе и говорят какие-то пророческие слова, которые действительно очень глубокие и основательные. Потому что они знают, что мы продолжаем приводить их к отцу и учить их тому, как приходить к отцу и строить отношения с отцом. Потому что мы знаем, что Бог, отец, всегда говорит. И он всегда делает что-то, он всегда движется в чем-то. И он всегда приглашает нас в отношения с ним. В отношения с ним. В русское слово. В русское слово. So again, here, our job is to not teach shame or shut a child down because of what they said is not. Maybe from the father. Да, и опять же, нашей работой является это всегда следить за тем, чтобы не внести этот такой стыд в жизнь ребенка и помнить, что он лишь учится. И главное, это его отношения с отцом. I often relate it to a coach. You can speak more. Okay. I once heard a coach speak on how to coach children. Однажды я слышала, как один из учителей говорил о том, как говорить с детьми, как учить детей, обучать детей. Когда, например, ребенок совершает ошибку, и вы хотите исправить, скорректировать эту ошибку и сделать это вот, указать им на цель того, что мы делаем. It's important how you speak that to them. Это очень важно помнить о том, как вы об этом с ними говорите. For example, if a child is in gymnastics and they start strong. Например, если ребенок, он учится гимнастике, и они начинают, у них все классно получается, они начинают качаться. Да. Будут за сильными. And they bend their knees in a cartwheel, but land strong. Their form is bad in a cartwheel, but then they land great. А, то есть, например, если они делают колесо, и само это колесо выглядит не очень так хорошо, но они приземляются очень сильно, правильно, в идеальной такой стойке. Тренер знает, что вот этот вот момент, например, какие-то согнутые ноги, когда они делают колесо, если тренер знает, что это именно то, что нужно скорректировать. But how it's said is important. И также, что, как он это скажет, это очень важно. That if a coach says, don't bend your legs. Если тренер скажет, не сгибай свои ноги. That is what they see in their mind. Это то, что они начинают видеть в своей голове, в своем разуме. They see bent legs. Они видят согнутые ноги. But the purpose is to straighten those legs. Но целью тренера является укрепить и выровнять их ноги. So we need to speak good, strong start, straighten your legs in the cartwheel, great landing. Поэтому нам нужно сказать, ты очень хорошо начал выпрямляй ноги в середине, когда ты это делаешь. И ты очень хорошо приземлился. Молодец. Как сэндвич. Но нам не нужно говорить о том, что они сделали не так. Нам нужно говорить, что мы хотим, чтобы они сделали, что им нужно сделать. То есть, если они говорят что-то, пророчество, если они говорят что-то неправильное. Может быть, что не является сердцем отца, или что-то теологически не совсем верно. Нам нужно научить их, что является тем, что им нужно сделать, что они должны сделать. Потому что нам нужно убедиться в том, что мы не путаем их, так сказать, в голове, и с тем, что они видят. То, что они видят. You're doing awesome. Thank you. Наша американка у нас уже. Классно делаешь. Спасибо. So, you know, you see the woman at the well with Jesus, and he still pursues connection to her heart, and he says, go and sing no more. He says what she needs to do. Даже, например, в Библии с женщиной у колодца, когда она подошла к нему, Иисус сказал ей, иди и больше не греши. Он сказал ей, что ей нужно сделать дальше. То есть она уже знает, что она сделала не так. But the heart of the father is to tell you who you are in your identity and what is possible. Но сердце матча является кто ты в своей личности, кем ты являешься и что ты должен сделать. It's not easy. Это непросто. Но это возможно. Спасибо большое, Эйми, за то, что ты поделилась с нами. Спасибо большое, Эйми, за то, что ты поделилась с нами. Эйми, за то, что ты говоришь, это очень актуально для нас, как для родителей, для служителей, у кого родственники, дети, кто в воскресной школе. Да, преподает. Мы хотим просто брать этот опыт, который работает и переменять для себя. Спасибо большое. Да, друзья, я буду отключаться. И спасибо, что вы были с нами. И всем до свидания.